Многие из нас сегодня смотрят на хаос вокруг и спрашивают, почему мир, кажется, теряет рассудок. Многие так и говорят, мир сошел с ума. Но говорят, это зря. Потому что на Землю приходит поток новой высокочастотной энергии. Мир изменяется. Идет подготовка к кардинальным событиям и глубинным процессам. Энергия Кристос, энергия Истины, сочетающая в себе энергии Христосознания и Кристоличности, возвращается на Землю в 2038 году. В условиях полярности это энергия Света. То, что происходит в настоящем, частично завершающиеся муки темной энергии. Стройной в дуальность. В четкой, тщательной попытке заблокировать возвращение Света. Однако возвращение Света состоится и не может быть остановлено. Это эволюция. Нужная продувка происходит и должна происходить. И редкие энергии, пришедшие на планету в 2015 год, открывают дверь в подвал и обличат все отрицательное. Это сродни вскрытию фурункула или осуществлению шага назад перед двумя прыжками вперед. В течение следующих нескольких лет будут происходить огромные переходы индивидуально и массово. Тем не менее, в этот период, в 2015 год, энергии несправедливости и неравенства будут продолжать находиться на поверхности. И это неизбежно. Это время космического перекрестия, где каждый из нас думает, что он является мишенью для хаоса. Это время, в котором выделены различия, в котором всплывают отклонения и несоответствия в аспекте полярности, чтобы продолжить путь для необходимой гармонии и единения. И потому что эти противоположности существуют в двойственности, необходимо, чтобы мы выбрали лучшие на пути любви, противоположности реальны в полярности. И мы должны научиться совладать с ними. Не поймите меня неправильно. Темнота должна бороться. И свет всегда должен преобладать. Добро и зло служат, чтобы научить нас святости существования и ответственности в сознании. И уже в марте 2015 года принесет необходимое проветривание, выпуск временного давления в котле хаоса, который продолжается в настоящее время. Следующее проявление из семи затмений выпадет на 2038 год. И это особо значимо. Но то, что происходит в вашем настоящем времени, чрезвычайно важно в подготовке к изменениям. мы создаем тело света, мы создаем свое могущество. Это процесс. Мудрое использование этих энергий создаст огромный трамплин для ясности, духовного роста и сотворчества. Соответственно, те, кто находится в заблуждениях, будут испытывать еще большее заблуждение, а те, кто находится в ясности, будут испытывать усиленную ясность. Я повторюсь. Соответственно, те, кто находится в заблуждениях, будут испытывать еще большее заблуждение, а те, кто находится в ясности, будут испытывать усиленную ясность. Поэтому, кто хочет сразу освободиться от заблуждений, вам нужно отказаться, во-первых, от них, сознательно, попросить помощи Архангела Михаила освободиться от всех заблуждений и запустить новую программу ясности и понимания. То, что вы делаете индивидуально и как вы реагируете, добавляется в коллективное сознание всех землян и, возможно, даже и дальше. Сегодня наша вера в необходимость происходящего и вера в победоносное шествие любви по планете создаст те верные эмоциональные состояния, которые скрипят все народы в единство душ на тонких планах существования. Человеческая воля гораздо мощнее любых астрологических явлений и каких-либо выплесков негатива наружу. Все это пройдет. И останется то, ради чего стоит жить, во что стоит верить. Иногда можно видеть, как через асфальт прорастает куст сиреней или трава. И не перестаешь удивляться силе жизни. И понимаешь, что сама по себе жизнь – это и есть то волшебство, которое хочется познать. Понимаешь, что жизнь неоднозначна, понимаешь, что она многогранна. Жизнь любого человека есть достояние всего мироздания. Каждый из нас есть совершенное творение изначально. Мы вернулись в те темные пространства, где мы познаем через самих себя, что мы действительно могущественны. Что мы действительно сыны Отца Небес. Мы, как Булат, закаляемся огнем веры. Редактор субтитров А.Семкин